жила 70 миллионов лет тому назад. Ископаемые представители этого рода были обнаружены японским ботаником Сигеру Мике в 1939. В 1941 он описал ее, но в том же году в горах Китая. Ее нашли живую. Привет, дружище! С тобой Алексей Кодин и подкаст «Человек и растения». Этот подкаст о тайнах жизни растений и их приключений по планете. А также я рассказываю поразительные истории о людях, создающие целые миры. Зимой того же года китайский ботаник Туган обнаружил необычное большое дерево в Модаоси. В настоящее время Модао в уезде Личунь, провинции Хубей. Поскольку была зима, дерево уже сбросило все листья. Поэтому мистер Ган не собрал ни одного экземпляра. В 1942 другой ботаник, господин Джан Ван, посетил Модаокси и собрал живые братцы. В 1945-м Ван показал образцы ботанику Ван Чунь Чену. Господин Чен определил, что дерево является новым видом. Затем Чен отправил образец известному ботанику Ху Сян Цу, директору Мемориального биологического института Фаня Ху. Он признал, что живой экземпляр принадлежал к роду ископаемых метасиквоя. После дополнительных исследований Ху и Ченг опубликовали новый вид в мае 1948 года в бюллетене Фанского Мемориального института биологии. Открытие живого ископаемого мгновенно привлекло внимание ботаников всего мира. Оно было широко расценено как величайшее открытие ботаники в 20 веке. Притом выяснилось, что местным жителям метасиквоя давным-давно знакомо. Рубили ее на дрова, рассаживали по кромкам рисовых полей, именовали водяной пихтой, потому что растет по берегам рычев и рек. В прошлом выпуске я говорил про секвою. Сегодня, как вы уже поняли, пойдет речь о их близких родичах. Метасиквоя. И как-то после открытия метасиквоя возник конфликт из-за семян между двумя видами американскими ботаниками. Цепь событий, последовавших за этим окутно тайной, полностью не расшифрована до сих пор. Началось с того, что Элмер Дрюмерил, директор всемирно известного Дендрария Арнольд Арбареттум. Дендрарий Арнольд Арбареттум – это дендрарий Гарвардского университета. И он находится в пригороде Бостона, штат Массачусетс, США. Является национальным историческим памятником и включен в национальный реестр исторических мест США. Проект Дендрария был разработан известным американским ландшафтным архитектором Фредериком Омстедом. Так вот, Мерил отправил в рощу Митта Секвой экспедицию собрать семена. В 1947-м семена собрали. Правда, не очень много, около килограмма, но роща небольшая, около тысячи деревьев. Получив семена, Мерил разослал их по другим ботаническим садам. Часть семян выделил своему коллеге по работе Чани, заведующим отделом ископаемых растений в Калифорнийском университете. Чани, естественно, поблагодарил, а вскоре явился к Мерилу и огорошил его сообщением об отъезде на родину Митта Секвой на сбор семян. Дело происходило в самом начале 1948-го года. Естественно, что Мерил удивился, какие семена ранней весной. Ведь Митта Секвоя наверняка еще только цветет. Однако, Чани и слушать не хотел об отсрочке. Мало ли, что может случиться. Вдруг еще кто-то опередит. Добыв нужную сумму денег у Лиги спасения Редвудов, о них я рассказывал в прошлом выпуске. Он ринулся за океан. И вот позади длинное и опасное путешествие с раскисшими от дождей дорогами, горными кручими, встречами с бандитами, беспрерывные ливни, три дня, проведенные в роще Метта Секвой. Дома Чани ждала восторженная встреча, выступление по радио. Газеты писали о Чани СЕНСАЦИЯ! В одном из выступлений Чани упомянул о том, что вывез из Китая четыре крошечных деревца Метта Секвой в плетеной корзине и мешочек семян 25 тысяч штук. Мирилл просто не верил своим ушам, когда услышал о мешке с 25 тысячами семян. Он-то отлично представлял, что Чани не мог вывезти семена весной. Где их взять? Если бы он дождался осени, но он пробыл в роще Метта Секвой всего три дня. Единственный источник семян – это экспедиция Арнольд Арбареттума, откуда Чани получил свою долю. Зачем понадобилось Чани заявлять о мешке с 25 тысячами семян, Мирилл догадывался. Его коллега слишком тщеславен, больше всего на свете любит популярность. Ради нее он пустился в рискованное путешествие и во всеуслышание заявил о семенах. Правда, от растворства умерило поднялось давление, и вскоре он умер. Чани же избрали председателем Лиги спасения Редведов, и последние 15 лет он жил, пользуясь подсчетом и известностью. Уже после смерти Чани в 1941-м один из журналистов попытался выяснить систему. Мешок с 25 тысячами семян не давал покоя. Он привозил или не привозил. А если привозил, то почему упомянул о нем лишь раз? И как упомянул? Очень подозрительно. Он нигде не писал и не заявлял, что собирал семена. Он сказал, что вез с собой мешок семян. Но, может быть, семена были совсем другие, не метасипойные. А если же он вез именно их, то где взял? Весной с деревьев их не соберешь. Или он ползал на коленях, выискивая прошлогоднее в лесной подсилке. Но где же набрать такую уйму? Если же ему их подарили в Китае при отъезде, то почему ни он, ни его коллеги ни разу об этом не обмолвились? Допустим, что Мерил прав. И Чани ничего не возил, кроме четырех сеянцев в плетеной корзине. Откуда же тогда он брал ту уйму семян, которые рассылал, вернувшись из Китая, по разным адресам? Журналист делает вывод. С незапамятных времен мифы было очень трудно разоблачить. Кажется, что это вполне приложимо к истории о загадочных семенах. Рубрика совместная с партнером подкаста питомникам растений «Знак земли». Хм, чтобы посадить. Сейчас мы эту секвой развезли по всему субтропическому поясу. А у нас в стране она растет не только на Черном море, но и в Подмосковье. В северных странах с мягким климатом ее сажают в 160 километрах от полярного круга. Это я говорю про Норвегию, Финляндию, а также про штат Аляска, США. Вид находится на грани вымирания и занесен в международную красную книгу. Род метасиквоя относится к семейству кипарисовые, в которые также входят сиквоя и сиквоя-дендрон. В отличие от этих двух видов, метасиквоя не является вечно зеленым деревом, то есть на зиму сбрасывает ухвою. Подобно лиственнице и таксодиуму. Существуют следующие сорта. Нэшнал и Шеридан Спайр. У него более узкая форма кроны, чем у исходного вида. Голд Раш и Огон. Отличаются перистой, золотистой листвой, особенно яркой у молодых растений. Потом Эмералд Файтерс. Листва более плотные, изумрудно-зеленые. И Вайт Спот. Листья зеленые с чисто-белой штриховкой. И вы тоже можете устроить у себя небольшой парк юрского периода. Прямо сейчас, заказав себе метасиквою на сайте питомника Знак Земли. И сейчас немножечко топ рейтинга от метасиквоя. Шишки у нее почти шаровидные, до 2 см в диаметре, на длинных ножках. 20 лет достигает 27 метров высотой и до 1,5 метра в обхвате ствола. Шишки появляются на 6-9 году и дают всхожие семена. Продолжительность жизни составляет около 600 лет. Известно, что самые крупные экземпляры метасиквои разрастают не в провинции Хубей, а в Пенсильвании, США. А также крупные экземпляры можно увидеть в дендерариях Никитского и Батумского ботанических садов. В провинции Хубей археологами было обнаружено около 3000 стволов шириной от 2 до 8 метров у основания. Кроме того, дамы из дерева метасиквои возрастом 200-300 лет все еще существуют и, вероятно, датируются первоначальным заселением долины. Алтайские ученые смогли заглянуть в эпоху, когда деревья были большими, точнее, в палеогенный период Кайнозуя. Эту сенсационную новость заявил в 2012 году и Тартас. Российские и канадские ученые провели совместное исследование генетического анализа древних останков метасиквои возрастом около 50-55 миллионов лет, найденных на острове Аксель-Хейберг на севере канадского арктического архипелага. Это на два порядка превышает возраст старейшей изученной древней ДНК. По их мнению, опубликованному рядом с МИ в России, цепочка ДНК о древних останках метасиквои лишь незначительно отличалась от современного вида. Также ими были не обнаружены мутации, которые должны были произойти за 50 миллионов лет, согласно гипотезе молекулярных часов. По состоянию, на конец 2013 года, статья об открытии не была опубликована на научных журналах. По предположению Михаила Сергеевича Гельфинда, Михаил Сергеевич Гельфанд, российский биоинформатик, доктор биологических наук, молекулярная биология, кандидат физико-математических наук, биофизика. Основанному на письме сотрудника его лаборатории анализу, вероятно, подвергалась пыльца какого-то современного хвойного вида, загрязнивший образец. В то же время, для раннеюрского папоротника было обнаружено явление, иногда воспринимаемое как сходное к вышеписному. В окменелости, возрастом 180 миллионов лет по размеру ядра, предположили наличие факта сходности общего числа хромосом и отсутствие факта новых событий полаэдоизации по сравнению с современным папоротником. Это был подкаст «Человек и растения», и я его ведущий Алексей Кодин. Пишите комментарии, ставьте лайки, и до следующего понедельника. Будущее планеты зависит от себя. Субтитры создавал DimaTorzok